24 марта во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется 9 миллионов новых случаев заболевания туберкулезом легких. По ряду оценок, это заболевание ежегодно уносит 3 миллиона человеческих жизней, из них около 10 тысяч детей. В списке 22 стран, в которых, по мнению ВОЗ, сложилась наиболее угрожающая ситуация, есть и Российская Федерация. За последние годы, благодаря повышению эффективности противотуберкулезной борьбы, удалось снизить показатель смертности и приостановить рост заболеваемости туберкулезом. Относительно благополучно на фоне всей страны выглядит эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в Ненецком округе. По данным Департамента здравоохранения региона, уровень заболеваемости в НАО имеет ярко выраженную тенденцию к снижению. Окружной тубдиспансер – старейшее и единственное в регионе медицинское учреждение, направленное на лечение пациентов с диагнозом туберкулез в разных его формах. Это заболевание вневозрастное, ему подвержены все от мала до велика. В детском отделении противотуберкулезного диспансера 30 коек, заняты 23. Сегодня здесь находятся ребята от 3 до 13 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В сегодняшний день у нас нет заболевания туберкулеза, локального туберкулеза. Это дети с виражом, то есть с инфицированием или заражением, проще так сказать, туберкулезом. Дети из-за чагов туберкулезной инфекции. Вместе с должным лечением и обогащенным питанием маленькие пациенты получают максимум внимания воспитателей, а ученики начальной школы не отстают от школьной программы. Средняя продолжительность лечения в стенах тубдиспансера составляет от 3 до 6 месяцев. Пациенты с соответствующим диагнозом сегодня есть и во взрослом отделении. Сегодня здесь проходят лечение 18 человек. Из них только двое – бациллярные больные, то есть те, кто страдает открытой формой туберкулеза. В сравнении с прошлым годом, 2014, пациентов значительно меньше. И новых случаев тоже меньше заболеваний туберкулеза. Действительно, за последние несколько лет эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в НАУ изменилась в лучшую сторону. Медики региона заявляют об очевидном снижении количества вновь выявленных случаев. В динамике это выглядит следующим образом. В 2014 году в округе было выявлено 42 новых случая туберкулеза. В 2015 – 22, почти в два раза меньше. На начало текущего года медиками Нинецкого округа диагноз «туберкулез» был впервые поставлен трём жителям региона. Несколько лет назад в помощь окружным медикам в регион поступил БЦР-анализатор. Благодаря новейшему оборудованию теперь за одно посещение врач может поставить пациенту диагностику и назначить лечение. Мы всё делали ручным методом, готовили среды, культивировали их. И стоял у нас этот анализ, инкубация шла 28 дней. Тогда был отчёт через этот период времени, а сейчас вот через два часа уже мы можем дать ответ. И всё-таки важнейшую роль в борьбе с туберкулезом уделяют проведению целенаправленных и своевременных мер по профилактике этой болезни. Проба реакции на МОНТУ у детей и обязательное рентгенологическое обследование у взрослых – основные методы выявления заболевания. В профилактике занимаются общелечебные учреждения. По противотуберкулезной работе профилактика – это профилактические флюорографические осмотры. Это у взрослых и у подростков с 15-летнего возраста. У детей это туберкулезная диагностика. Вообще лечебная сеть этим занимается, мы это контролируем. Ну, оценку можно поставить удовлетворительно. То есть объём и флюорографии, и туберкулезной диагностики, он достаточный. Есть единичные случаи отказов от туберкулезной диагностики среди детей. Игнорировать флюорографию и туберкулинодиагностику у детей неразумно. При близком контакте с носителем бациллы Коха заболеть может каждый, вне зависимости от социального положения. Человек может заразиться на улице, в общественном транспорте и в магазине, если в это время рядом оказался больной туберкулезом. Другой вопрос, что микобактерия становится активна в организме далеко не у каждого человека. Из 10 инфицированных заболевает в среднем 1 человек с ослабленным иммунитетом. Из всей пугающей нас информации важно то, что туберкулез успешно лечится, и в регионе хватает и врачей, и необходимых лекарств. Её можно победить? Можно. Потому что мы знаем, кем она вызывается. Мы, в принципе, знаем, кто является источником этой инфекции. Просто только в поиске этого источника. Потому что один необследованный в год может до 10 человек заразить здоровых, или условно здоровых, в которых болезнь начнёт проявляться. А у самого она может и не проявляться, он может и не знать, не ходить на флюорографию. Большинство симптомов туберкулеза не специфичны, говорят медики. Распознать болезнь самостоятельно очень сложно. Поэтому ранняя диагностика – это ключ к вашему здоровью. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».